Сегодня именно Дмитрий, капитан команды 20-й школы, на открытии соревнований поднимает российский флаг. В прошлом году это учебное заведение стало первым. Чтобы победить, надо много тренироваться, говорит капитан. Из любой форс-мажорной ситуации выйти с достоинством и не потерять баллы. Готовились очень хорошо. Каждый день были тренировки. Сначала отборочные туры соревнований «Юный спасатель» прошли в каждом районе. Финал по традиции состоялся на горе Шихан. Каждый житель нашей страны, а страна наша очень большая и обширная, бывает в природных условиях. Поэтому умение вести себя правильно в природных условиях, оказать помощь при необходимости своим близким, очень необходимо. Перед стартом школьники тщательно готовятся, проверяют страховочные веревки. Впереди нелегкие испытания. Здесь очень много различных видов. То есть это и переправа через реку. Для старших это навесная, для младших это параллельные перила. Где, в принципе, они применяются на обычных походах. Для старшей группы самая трудная – траверс по скале, высота которой порядка 30 метров, говорят покорившие ее. Со всеми испытаниями школьники справляются. В итоге в младшей группе лидером стала 40-я школа. На втором месте – 33-я, на третьем – 86-я гимназия. В старшей не было равных команде 90-й школы. 81-я и 9-я – на второй и третьей ступени педестала. Наталья Филимонова, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагилтв.